Всем peace! В эфире 39 выпуск рубрики Best Replays с сайта goodgame.ru. Боннигур и аспирант вас приветствуют. Впереди 40-й. 40, как правило, не отмечают, поэтому мы с вами, наверное, сразу приступим к 41-му выпуску. Ну а пока благодарим всех, кто поддержал нашу рубрику в целом и 39-й выпуск в частности. А это следующие джентльмены. Они на ваших экранах. Химба Потеонс. 150 рублей перевел и написал thanks. Судя по всему, сейчас проходит курс изучения английского, причем экстерном. Спасибо большое. TitanKiller. 100 рублей. Обращение к экстра выпускам. Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ну и далее вся песня Земфир, собственно говоря. Адстату вы можете найти в интернете. Remind 100 рублей отправил. Ну, нам уже донатил ТХО. Нам уже донатил, по-моему, Луналики. И вот сейчас Remind уже подключился к этому списку донатеров. Мы рады, что элита Варкрафта, причем даже прошлого, вся зорка наблюдает за выпусками Best Replays. Ragnarok 100 рублей перевел. Лучшие реплеи in the world. Удачи и успехов. Спасибо, Ragnarok. Николай Сатаев 38 рублей подкинул. И Михнич поддержал на 25 рублей. В последнем выпуске наглядно показано, что эндедов можно застроить. Это давнишняя демка, пишет он с большим удовольствием и комментариями Баневура. Ее посмотрел повторно. Еще раз большое спасибо. Поддерживаю по мере возможности. Возможно, что именно Михнич и был тем самым человеком, который застраивал андеда в той давнишней демке. Спасибо вам всем большое, ребята. И приступаем к следующей игре. Соответственно, напоминаю о том, что благодаря вашей поддержке, выпуски выходят два раза в неделю. А именно в два раза чаще, чем мы планировали. Everybody, come on, let's go. Игра номер 39. Нас часто упрекают, почему в нашей программе так мало эпизодов с участием профессиональных игроков. На каких реплеях неискушенной публике учиться играть. И вот мы выполняем требования притязательной толпы и публикуем прямо сейчас выпуск, который я назову эталоном по игре в Warcraft. По этому выпуску вы отточите свои навыки, поймете, как правильно выполнять застройку, как правильно микрить. В общем, освоите массу механических принципов игры. Итак, давайте смотреть внимательно и, собственно, наблюдать за каждым действием этих, безусловно, монстров Warcraft. Один из них Human, а вот второй, кто, я пока не знаю. Итак, оранжевый Human Maralon. Обратите внимание, какая четкая, грамотная застройка. Фермы слева, алтарь и казармы перед ратушей для того, чтобы быстрее войска выходили в бой. Потому что из ферм юниты не появляются. Орг играет против него и у него тоже пока все безупречно. Алтарь, казармы, логово. Пошла разведка. Обязательно, друзья, делайте разведку и используйте этот прием, который вам наглядно иллюстрирует орг. Итак, разведка пошла. И, в общем, игроки готовятся совершать целый ряд сложных тактических операций. Здесь Футман отправляется в таверну, поскольку Human задумал играть через нейтрального героя. А может быть, Футманом он одновременно будет харасить и вместе с тем крепится в другой части карты. Давайте посмотрим. Сразу идет разведка к желтой точке, потому что там должен появиться вражеский герой. Отличное знание карты. Превосходное превентивное мышление. Здесь отменяем, ставим магазин. Там менты куда-то побежали. И, судя по всему, Хуман задумал дерзкую застройку, поскольку у него два футмена и четыре полицейских возле таверны. То есть и отряд СОБРа, и отряд ОМОНа. Все собрались возле таверны, потому что там, возле таверны, явно ожидают какого-то террориста. И выходит зажигательный мужик. И всех ведет куда-то в район дискотеки, в район местного клуба. В общем, сейчас они там будут развлекаться и искать, естественно, криминальных и неблагополучных элементов. Элементы есть и у зажигательного мужика. Они огненные. В общем, Хуман решает застроить своего оппонента. Посмотрите, какое внезапное и, самое главное, своевременное тактическое решение. Орг, естественно, не ожидал такой коварной застройки, такой смекалки от Хумана. И не знает сейчас, что делать, но уже завел в Бору несколько рабочих. И фокусит, заметьте, фокусит он кого надо. Блэдмастер бьет фаерлорда. Огненный Лем уже получил немного. Грант работает по-рабочему. Работает по-рабочему, понимаете? Это работа в квадрате. И снова великолепно Орг выбирает цель и фокусит фаерлорда. Именно так нужно отбивать застройки. Учитесь, дорогие наши начинающие варкрафтеры. Два Огненных и Лема решают немножко поатаковать, но поздно. Один из них уже исчез с карты. Блэдмастер снова очень четко, очень четко все исполняет. Лем еле-еле унес ноги. Фаерлорд вместе с четырьмя футменами как-то передамаживает Блэдмастера. То есть, когда фаерлорда охраняют сразу четыре телохранителя, ему как-то попроще, конечно, разговаривать с хулиганьем и разного рода верзилами с огромными... ...с огромными штыками. В это время Хуман построил лесопилку. Все четко. Грейт на щиты футменам. Я пока просто преклоняюсь. Снимаю шляпу перед каждым из них. Орг делает Грейт на грабеж. Посмотрите, какое экстраординарное решение. Он понимает, что Грантам придется лупцевать по Хуманским вышкам и заранее изучает грабеж для того, чтобы каждый удар Гранта был как золотое копытце антилопы, приносил прибыль. То есть, это настолько, понимаете, настолько ленивые Гранты, что они без вознаграждения даже топором махнуть не могут. То есть, каждый взмах их топора должен сопровождаться перечислением на их личный счет энного количества ресурсов, энного количества средств. Хуман строит вышки в обратную сторону. Судя по всему, он хочет всю карту застроить башнями. А тут можно Фаерлорда окружить. Но Блейд ждет, пока достроит магазин рабу. Нет, не вытерпел. А, нет, все-таки он выбежал. Фаерлорд. Орг не ожидал этого, конечно. И кажется, Фаерлорд здесь уже не выживет. Еще овца блочат. Но Блейд не может оторваться от своего дома. Он настоящий патриот своей родины. Не хочет никакие за границей бежать за какой-то наживой, далекими перспективами. Он здесь защищает свои родные стены. Уже пятеро грантов, замазки. Все четко. Но и Хуман продолжает застраивать лес. Для того, чтобы, не дай бог, из леса не вышли медведи и не покусали орка. Хуман сейчас заботится. Заботится о своем зеленокожем друге. И снова в окружении пяти охранников. Но Фаерлорд решил отойти, отойти по нужде. И тут же его, тут же принимает его вездесущий бдительный Блейд. Фаерлорд бежит. Он уже не нуждается в том, чтобы сходить в туалет. Он уже сходил. И, судя по всему, ел на завтрак что-то очень острое. Потому что горит, горит весь Фаерлорд. В том числе и все его естественные отверстия. Что я несу, я не знаю. Окей. Вышний продолжает строиться исключительно возле леса. То есть Хуман пытается замаскировать свои сооружения под естественный ландшафт. Он, как бы, говорит орку. Это просто елки. Ничего, ничего подозрительного. Ничего опасного. Здесь для тебя нет. Просто уходи. Иди крепиться. Занимайся своими делами. И вот стадо грантов набрасывается на футменов. Но за футменов деньги не дают. Орк забыл, что он прокачал грабеж. Гранты не понимают, почему они молотят топорами. Почему молотят топорами футменов, а денег на карточку не падает. В общем, гранты оказались крайне ветреними ребятами. Ветреними, ну и одновременно, безусловно, дико меркантильными. Блэйдмастер получил от вышек, говорит, сосны стреляют. Мы туда не пойдем. В общем, давайте возле других сосен будем базироваться. Подумаешь, там по алтарю два ясеня доковыривают. Ну и бог с ним. Фаерлорд плодит охранников. Сразу по двое выходят. Потому что бюджет на... Милитаризированный бюджет у Хумана. Бюджет на военные расходы увеличен. Выходит масса полицейских. Ну потому что здесь очень много хулиганов. И Орк решает, да ну его к черту вообще. Ну его к черту. Мы пойдем осваивать другие земли. Вспашем целину. Найдем обетованные какие-то территории. И будем там строить свои здания. Все правильно делает. И тут на его базу набрасываются. Набрасывается отряд СОБРа. Бедных несчастных таджиков гоняют по базе таджикских рабочих. Потому что у них они нелегалы. У них нет документов. Но вот хулиганы приходят в это время в здание. В отдел, в околоток милицейский. И как бы говорят, ребята. Ребята, мы поняли откуда корень наших всех проблем. Сейчас мы разрушим этот околоток. И дальше полицейских больше не появится на этой земле. В общем идет суровейший размен базами. Но Орк, Орк то делает все правильно. Он сейчас снесет мейн и убежит. Сделает телепорт. Коричит кошка. Она подбадривает не то Орка, не то Хумана. Управляемый лес продолжает стрелять куда-то по алтарю. И пора делать ТП. Пора делать ТП. Но Орк решает вообще забить на свою базу. И просто размолотить оставшиеся Хуманские постройки в труху. А четыре рабочих готовятся там. Видимо где-то прокси-бороу заложить. Великолепно работает Орк. Хуман все понимает. Очень поздно он осознает, что именно в этих нелегальных гастарбайтеров заложен корень его поражения. И троих он все-таки выпустил. Понимаете? Эта миграционная служба сработала недостаточно бдительно. И сейчас Орк будет закладывать новый барак. Новую казарму. Не знаю. Что-то новое будет закладывать. Где-то они там в подвале поселятся, многоэтажки. И будут себе потихонечку-потихонечку осуществлять свою нелегальную деятельность. О, правильно. Зачем строить какие-то Бороу, если у тебя есть деньги на Омэйн? Решает Орк. В общем, Хуман пока не подозревает. Хотя, с другой стороны, Хуман сейчас просто построит базу там, где была база Орка. Они просто поменяются местами. Ребята, как супруги, после нескольких лет семейной жизни, им надоела одна позиция, и они решили поменяться местами. Теперь сверху будет Орк. Батрак смотрит на отцу. И явно пускает слюни, потому что он голоден очень сильно. Но Овца, видимо, слишком большая. Он испугался и побежал искать дичь попроще. Поменьше. Итак, теперь Орк снизу. Орк снизу, да, Хуман сверху. Они поменялись местами. И посмотрите, как много верзил, увольней у Орка. Невероятная толпа бугаев начинает кошмарить окрестности. Интересно, Хуман заложит Царьград какой-нибудь или нет? Вот в чем вопрос-то. А, вот в чем проблема. У Хумана, собственно, Орка сапплай блок, но решаемый. А у Хумана сапплай блок абсолютно не решаемый. Потому что где рабочие? Я не вижу ни одного. В общем, вот этот отряд особого назначения, это последний оплот Хуманской обороны. Фаерлорд получает третий левел, у него огненный элементарий. Но для Блэйда это абсолютно безразлично. И сейчас, что должен сделать Хуман? Он должен... Да ничего не должен. Он должен как-то мейн поставить, потому что Орка сейчас экономика заработает. Вот иллюзия. Посмотрите, какая точная, точная тактическая операция проходит под руководством Хумана. Он сделал иллюзии на Фаерлорда. И планирует этими иллюзиями запутать окончательно Орка. Начинается дерзкая атака. Хуману нужно просто выпилить два здания. В принципе, у него так много футменов, что он справится. Просто загрызть два Бороу и все. И отменить вышку. Но Хуман решает драться. Сражаться до последнего. Огненные элементали плодятся. Хуман ими контролить. Но Блэйдмастер, может Блэйдмастер начнет уже... Да, вот он заинтересовался Фаерлордом. Нет, огненными элемами все-таки. Хуман почему-то не убивает Орочи здания. Он убивает Грантов. И возможно это решение провально. Орка скоро заработает. Вот-вот-вот уже заработает экспэншн. Там уже побежали первые пионы. Судя по всему идет борьба стенка на стенку. Настоящий такой, знаете, русский кулачный бой во время крещенских праздников на Масленицу. Когда мужики в робах, в валенках, в ватниках начинают стенка на стенку проверять, щупать друг другу махнорылые перепитые рожи. Вот это и происходит сейчас. Битва на Масленицу. Но как же много наплодилось у огненных элементарий. Блэйдмастер умирает. Бог ты мой. Помер самый важный герой. И кажется, Орк здесь сливает. Потому что там огненных элемов уже такая тьма. А, да, это провал, друзья. Орка, да, нет, собственно, возможности. Сейчас Хуман убьет ему все оставшиеся здания и побеждает Орк. Ну, великолепная, великолепная игра с потрясающим микроконтролем. Орка звали один, а Хумана звали One. То есть они, в общем, оба первые, понимаете? Оба первые. Но впервые в этой схватке все-таки оказался игрок за Альянс. Демка посвящается всем тем, кто страдал, кто терзался от каждого нашего выпуска, где Хуманы проигрывают. Вот вам, пожалуйста, наслаждайтесь. Фееричная, потрясающая победа Хуманов. А мы с вами встретимся в следующем выпуске. Напоминая о том, что у нас есть сообщество ВКонтакте, куда мы приглашаем абсолютно всех зрителей. Приходите, подписывайтесь. Там проходят розыгрыши. Один из них идет прямо сейчас. И вы можете стать его участником, пока еще не поздно. Кроме того, у нас есть зал славы, куда попадают абсолютно любой, кто поддержал наш проект хотя бы на 1 рубль. Ну, а прямо сейчас на ваших экранах топ-5 самых щедрых наших инвесторов. В общем, приходите, будем рады. Конечно, подписывайтесь на мой канал на YouTube. И смотрите новые выпуски Best Replay с Боннивуром, Аспирантом и сайтом GoodGame.ru. До свидания, кролики. Надеюсь, теперь вы умеете застраивать и отбиваться от застройок.